Просто, патологически, регулярно натыкаешься на какие-нибудь охуительные интервью, каких-нибудь охуительных личностей разного рода, известных, типа дофига музыкантов, которые рассказывают о своих офигительных, активных гражданских позициях, религиозных воззрениях и, в общем-то, любой еще какой-нибудь мутии, в которой они, по сути, как правило, вообще ни хера не разбираются. Просто так уж случилось, получилось, что поэт в России больше, чем поэт, и поэтому любой хрен, пишущий какие-то песни, становящийся в определенном мере известными, автоматически переносит вес этого авторитета на какие-то не относящиеся к этому темы. Религию, политику, какую-нибудь социалочку или, упаси боже, вообще еще какую-нибудь экономику. Но вся жестокая, грустная вообще правда о том, что музыканты, профессиональные музыканты, которые этим живут, которые в свое время там забили хуй на учебу, на какое-то профессиональное развитие в других сферах, которые, собственно говоря, стали профессиональными сонграйтерами, профессиональными исполнителями. В общем-то, они в этих вещах, как правило, не отдупляют от слова совсем, но при этом являются некими моральными авторитетами и еще несут эту чушь в маз с ужасной настойчивостью. Хорошо это плохо, черт его знает, но на самом деле тут есть просто палка о двух концах. Ну, чтобы стать каким-то, допустим, охуенным музыкантом, а не таким, допустим, нажимателем трех клавиш, дергателем струн, как я, ну, ты должен реально этим жить, вот въебывать просто вот конкретно день и ночь. И это без шуток. Я общался как-то с одним очень-очень-очень мега техничным гитаристом одной группы тяжелой. Он просто ебашил как киборг, то есть техника у человека просто невероятная. Естественно, он также и основной композитор своей группы недоизвестной. И я вот у нас спросил вообще, сколько вот он ебывает на музыку, но меня ответ впечатлил, потому что когда человек совмещал и работал вот еще на какой-то работе, при том, он работал на работе, которое позволяло ему любые перерывы или еще где-то там на складе сидя просто вот ебашить и затрачивать гитару. Ну, то есть, грубо говоря, он там мог побегать, попрыгать, покататься по своей работе, там условных часиков 4-5, остальные он там еще 3 часа на работе мог себе втихаря и без подзвучки ебашить на гитаре, при том, что он просыпался утром, играл полчасика-часик на гитаре, о том, что он приходил домой и тоже опять пару часиков этому времени посвящал. И это, в принципе, не считая репетицией. То есть, надо понимать, человек отдает определенные приоритеты в жизни. И это круто, ну, он занимается любимым делом, и он в этом очень крут. И он, кстати говоря, вот никому не идет там мозги своими охуительными рассуждениями, там, допустим, в вещах, в которых он тумбочков, вот он шарит в музыке, и он, как бы, о них рассказывает, излагает, может поделиться чем-то ценным, важным и умным. А есть люди, которые, в принципе, вот, ну, это еще особенно страшно выглядит, когда речь идет о говнарях каких-то клинических, которые, в общем, ну, ебашат там, они 5 аккордов на акустике, есть у них еще там какой-то аранжировщик там в группе, куда бедные, и все это вот выливается в какой-то русский рок, прости господи, а также Аллах и Ктух. И они вот начинают гнать о своей высокодуховной телеге, о боженьке, о семье, о политике, там, что-то о жизни, вот, общество, еще какой-нибудь дичи, при том, что, в принципе, всю свою юность они нигде там не учились, работали, не знаю, там, вот условно говоря, охранникам в супермаркете бухали, ну, и написали свои замечательные песни. Окей. Ну, Леха Никонов — это отдельная вообще тема для разговора, но, тем не менее, у него есть замечательнейший стих, он немножечко на самом деле не в тему, «Хватит пиздеть» называется, но, в принципе, к прочтению и прослушиванию рекомендуется. «Хватит пиздеть» «Хватит пиздеть» «Хватит пиздеть» «Хватит пиздеть» Субтитры сделал DimaTorzok